МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компании Гомель. У студии працуе Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Черное золото. В регионе протягиваются пошуки нафты. На шесть жуков-караедов от шкодников все лето потерпели и гомельские лясы. Знов у школу. Усе установы региона отримали пошпарты готовности до нового навучального года. Смачно, худко, корыстно. У Гомеля на выходных пройдет черговый гастрофестиваль. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Беларусь нафта поширает площу сейсморазведочных работ. Все лето специалисты проведут доследование на мальт-300 квадратных километрах. Гляды покажут самые великие за опошние 10 годов. Как ожитивляется сейсморазведка на практице, журналистам продемонстровали подчас пресс-тура. Дмитрий Котов доведался, как шукают нафту в Калинковицком районе. Сейсморазведка – одно из наибольше эффективных геофизичных доследований у земной коры. При допомозе якого вылучшаются радовища корыстных выкопнев. Одна из головных пировок перед иншими методами – великий объем отриманной информации. Традиционно в Беларуси используется взрывной источник. Это, в первую очередь, связано с условиями производства работ. Вибрационные источники, которые в нашем управлении имеются, они 30-ти тонны. Их передвижение по такой пересеченной местности, где есть заболоченный лес, не способствует использованию вибрационных источников. Взрывы – наиболее проверенный, наиболее оптимальный, универсальный источник сейсмических сигналов. Мы его здесь используем успешно. В день специалисты ожитивляют коля 120 выбухов, альбо кажучи науковой мовой физназираннил. Зараз необходимо проверить участок в 200 квадратных километров – Савицко-Бавроицкую площадку. Для этого нужно провести 26 тысяч выбухов, на что потребуется коля 9 месяцев. Полевые работы позволят отримать полную сейсмичную информацию. И она накировывается для процелки у белорусский науководоследший и проектный институт нафты. Коли специалисты упыльнятся у яснований родовища нафты, буровая установка заявится тут прикладно про сгод. Мы получаем данные, и мы начинаем их обработку. Задача обработки – оставить чистый сигнал, убрать все помехи. Это сигнал, который поступил первично. Видите, что здесь нет каких-то особенных законоверностей, а если есть, то они трудно различимы глазом. Вот этот сигнал уже очищен. Технологии белорусских специалистов сегодня запотребованы и не только на территории нашей краины. Полевая сейсморазведка может ожитивляться у самых складанных умовах – у тундры, пустыни, джунглях. И тому попыт на послуги белорусских нафтовиков с каждым годом возрастая. Один из перспективных рынков – Украина. Мы в этом году провели очень большую работу предпроектную. Мы изучили этот рынок, поняли, что на этом рынке это направление очень востребовано. У нас уже есть подписанных действующих три договора с разными компаниями. Есть частные компании, есть с государственными компаниями. И мы с октября месяца там уже должны начать свои первые работы. В настоящий момент управление готовится к мобилизации и оборудованию персонала для работы именно в Украине. Мы видим, что на этом рынке мы будем востребованы. Свою высокую квалификацию супрацовники Беларусь-нафты подтвердили у России, Венесуэли, Инды и Эквадоры. В опушной краине до речи отримали бренд «Лепшая сейсмичная партия». До сих недавно приступили до промысловой сдобычи. В ближайшей будущей не тут плануется отримать до 10 миллионов баррелей нафты. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Калинковицкий район. Территория лесов Гомельской области, якая пошкоджена караедами, повеличилась до 7 тысяч гектаров. Для того, как не допустить дальнейшего массового распоусюджывания шкодников, все древы на этой территории терминово высекаются. Масштабы экологичной проблемы. Оценил Олег Сентяров. Прикладно, вот такие колеры мил лес, когда Чарнобыльская атомная станция сразу после катастрофы. Правда, на этот раз рыжий колер до радиации никаких одной си немая. На каждом из этих древов, когда 5 тысяч караедов, которые снищаются древо на протяжении всего 1 суток. Вершинный караед и караед шасси зубчатый в наших лесах существовали завсюды. А в прошлый раз больше-менш значная проблема, и они створали, когда 40 годов тому, когда в вынику потепления и снижение уровня грунтовых вод, древа оказались ослабленными и не сдольными змогаться со школьниками. Зараз ситуация потарается, але наступства могут быть больше тяжкими. Сплошные санитарные рубки мы проводим на площади более 7 тысяч гектар. С начала года это имеется в виду, уже мы провели эти площади. Но других вариантов борьбы с этими родителями на сегодняшний день в мире не существует. Эта работа проводилась здесь, если братья Германия, Франция, Испания, Швейцария. Причем короеды не только наносят шкоду древам сами, а лезшие, и приводят до их заражения грибком, яке полностью блокируют доступ воды и поживных речевов. Ни химичных, ни биологичных методов борьбы с короедами не истуе. Это мой один шлях – спиливание древ. Причем не только хворох, а и тех, что находится побочь. Тем больше, что здоровыми их можно лечить только умовно. Когда провести работы своечасово, частку древнины можно навык выкрасить на промысловые меты. Сухостойные деревья, которые уже не годятся для переработки, идут для щепы, переработку щепы и отправляются для топливных организаций. Ну и еще есть комлевая часть, которая еще более-менее живая. Она идет переработку где-то на цеха и отправляется где-то на экспорт, или к цех сырьем, или на наши внутренние рынки. Для того, как вспынить распорчуживание короедов, лесгазы начинают обследование насаджения на территориях, которые не относятся до Державного лесного фонда, когда установ оховы здоровья, например, а так само в парковых зонах. Когда не принимать меры, экологичные проблемы возникнут и тут. Зачем хвороба осюль может распорчудиться и на лесы? У Вогули, у Министерства лесной господарки, троеды с этой ситуацией не робись, и кажут, что она находится под контролем. Инша справа, что теперь придется переглядить методики леса насаджения. Иногда как-то будет создавать смешанные насаждения. Ну, это уже надо продумать, потому что создание новых лесов на этих землях, это тоже уже должно быть оценено с принципа новых подходов, изменяющих условия климата. До речи, только проблемы с лесами, протягивая засушливые периоды, могут и не обмежеваться. В связи с размягчением уровня воды у реках, озерах и болотах уже возникает кормовая база для таких птушек, как бустлы. Господарки Гомельской области ведут выборочную уборку бульбы. Корни плоды ранних терминов поспевания особные сельскохозяйственные организации начали копать еще в лепени. Зараз пришла черга, середня ранних гатунков. Бульбы убрали больше, как на 90 гектарах, что складает менее 2% до запланованного. Собрано больше, как полторы тысячи тонн клубнев. Работы ведутся в господарках пяти районов. Больше за все убрано в Гомельском районе свыше 80 гектаров. Как планируется, баловый сбор бульбы в регионе захивается на уровне минулого года. Прикладно 95 тысяч тонн. Все школы Гомельской области отримали по шпарти готовности до нового научного года. При этом, когда у одних установок обмеживались основным косметичным ремонтом, то у других провели больше грунтовные работы. Наши корреспонденты уверены, что школы составляют в Ушнях обновленными. Про эти темы в следующем сюжете. У семьи Шумаковых звездки УЗА БУД и Кошелевского района подрихтовка до нового научного года практически завершилась. Сын Юра все лета пойдет у 7 класс, его сестра Мария у 1. И она уже ведает, лишь бы и литеры хоть слово читать пакуль не может, учим и признается журналистом. Всякие подделки делали. Подделки делали какие-то. Например, курочку делали. Цыпленка тоже. И еще буквы учила за этот год. Сейчас в БУД и Кошелевском районе створена целая система подрихтовки будущих першоклассников. Мария Чумакова, например, несколько месяцев наведывала в Варовецкий дом творчества, где не только учила литеры, но и занималась хореографией. А прошла того, подчас весновых и летних каникул, и она разом с родителями побывала в школе, где познайомилась с будущим наставником. Что-то же со школьных принадлежностей и формой, то их не были без проблем. Как девчонка, будущая першоклассница, оценила несколько моделей и выбрала то, что сподобалось. У нее, конечно, вкус свой есть. Померили один вариант, второй вариант. Она соглашается практически на то, что я со своей стороны ей предложила. Нет такого каприз, чтобы я это не буду, я это не хочу. В этом году в Узовскую среднюю школу приедут 11 першоклассников. Подчас минулого навучального года школа литерально переутворилась. В рамках проекта, финансуемого Сусветным банком, тут провели целый комплекс работ. Узмаснили фасад, адрамонтовали столовую, заменили дах, обновили систему отепления. В 1979 году будинок узвели усяго за год, але не улечили одну мясовую особливость. Практично вся территория везки находится на былом болоте. За минулый час природа зарабила свою справу и ремонт был вельми потребный. Гэтым летом провели аши работы по доброму парадкованию. За кошт сродков областного и районного бюджету заменили асфальт на пролеглые территории. А прощатого в рамках программы другостной занятости в установе заменили практически всю меблю. Причем за новыми столами школьники будут вучиться аши и под новых подручниках. Наставники кажут, что теперь яны больше зручные и сместонные. Те учебники, которые я сегодня видела, уже седьмого класса учебники, они, конечно, доработаны. Появилось больше иллюстрации. Они стали более интересными. Задания, те, которые, к примеру, в учебнике физики, в учебнике математики, они наиболее адаптированы к учащимся. То есть, ну, это на примере Республики Беларусь какие-то задачки. Вот, поэтому радует. Я бы не сказала, что в учебниках много сложного. В учебниках заложена та учебная программа, который тот минимум, который ребенок должен знать. Олеся Сюрова, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадио-компания «Гомель» Будокошелевский район. До первых аверосня рыхтуются и дорослые, и дети. До помогу к этой приемной, але вельми клопотной справе оказывают шматлики организаций и просто неравнодушные люди. У Гомельской области протягивается доброчинная акция с БРМ-портфель першокласснику. До Уголевским детячему садку в середней школе портфели с полным набором приналежностей уручили восьми хлопчикам и девочинкам, которые все лета станут першоклассниками. Новенькие яркие ранцы дети отрымали в аурочистой обстановце. Гэтые пригожие и корыстные подарунки для их подрактовали представники Гомельского районного объединения профсоюзов, районной организации Белорусского союза женщин и структурных подразделений Ураевы Конкама. Организаторы так само пропоновали детям культурно-забавляльную программу. Их шагали цикавые гульни, конкурсы, танцевальный флешмоб. На Гомельшине доброчинная акция с БРМ-портфель першоклассник уладится что год. И она одороть радость сотням детей и одночасово оказывая значную поддержку у их школьной экипировцы-батькам. Эту акцию в этом году поддержали все структурные подразделения райисполкома, предприятия, организации, учреждения района, профсоюзные, общественные организации, индивидуальные предприниматели даже подключились. И, конечно же, просто они безразличные люди. Я думаю, что вот благодаря всей этой поддержке наши дети, мальчики и девочки пойдут 1 сентября в полной экипировке в школу и, конечно же, будут радовать нас своими оценками. Близкое светлофар обовязково с 25-го жнивня до и будет проводить акцию «Увага, дети». Мета – попереджение ДТЗ с уделом неполнолетних, протягнение уваги водителям, батьков и педагогов до проблемы детячего дорожного травматизма. Автомобилистам рекомендуется быть особливо уважливыми при проезде пешеходных переходов и коляновучальных установ. Комплекс мероприемства протягнется до 5-го вересня. Дорожная трагедия отбылась вчера в Будок-Кошелевском районе. У вечера у поселка Широкая 32-годовый водитель трактора «Амкадор» здесь с ним наезд на 14-годовую девчонку пешехода, которая рухалася у сустречных на прамку по левой обочине. У вынеку ДТЗ девчонка загинула на место издарения. По факту гибели детяти узбуджена криминальная справа. Протягиваем выпуск. Республиканская акция по профилактиции меланомы и раку скуры пройдет 24-го жнивня у Гомеле. Акцию проведут в кабинетах онкологов, поликлиники, больниц, а так само в диспансерах. У Гомельским властным клиничным онкодиспансеры прием будет проходить в кабинете номер 20 с 8 до 16 годин. Бесплатную консультацию может отримать любой человек, которого турбуют некие скурные проявы. Например, когда родинки стали изменять форму, колер и помир. При возникнении любых сомнений рекомендуется пройти огляд. Потанчить и смачно поесть можно будет в неделю, каля цирка. У Гомеле 27-го жнивня пройдет другой гастрофестиваль «Городская ежа». Повары ресторанов и кафе снова будут з'являть своими кулинарными таррентами. Так само в программе рамесный арт-маркет, майстер-классы и выступлений диджеев. А кроме того, отбудется презентация танцевальных студий города. Репертуар от сальсы до брейкданса. Это и иншие новины вы можете найти на нашем сайте. В интернете по адресе www.tvrgomil.by. Далее у эфиры «Спортивный огляд». С новинами спорту познайомить Максим Савин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова